Особенно красива наша страна с высоты птичьего полета. Глобус Эстонии поднялся на маяк Тахкуна, что на острове Хиума. По сравнению со своими сородищами, маяк Тахкуна довольно молодой. Отсвечать морской путь он начал в 1875 году, то есть ему нет еще и 150 лет. Конусообразная башня маяка состоит из 15 чугунных тюбинг-поясов, каждый из которых состоит из 16 щитов толщиной 40 миллиметров и скрепленных болтами прямо здесь на месте. Мест Тахкуна находится на стыке Балтийского моря, Рижского и Финского заливов. Здесь проходит важнейший морской путь, который связывает крупнейшие порты мира с Ригой, Таллином, Санкт-Петербургом и Выборгом. В стратегическом плане это место имеет огромное значение, и за контроль над ним бились не на жизнь, а на смерть. С началом Второй мировой войны на Тахкуна находился командный пункт Красной армии. Отсюда велось управление войсками, защищавшими Манзунские острова. Маяк оставался непокоренной территорией в глубоком тылу врага в условиях полной изоляции до ноября 1941 года. Последний бой у маяка вели всего несколько моряков. Они дрались насмерть. Их монумент сегодня, к сожалению, не в лучшем состоянии. Полуостров Тахкуна буквально нашпигован советскими бункерами. Это фактически укрепрайон. Тут их десятки. За моей спиной советская вышка наведения артиллерийского огня. Доступ в нее открыт. Можно забраться наверх, но только осторожно. На свой страх и риск лестницы внутри уже довольно обветшавшие. Двигаемся дальше. Остров хорош тем, что осмотреть его можно буквально за сутки. Есть на Хиуме еще одна башня. И как бы это невероятно не звучало, это Эйфелева башня. Высота Хиумесской Эйфелевой башни чуть больше 30 метров. То есть одна десятая от оригинала, установленного в центре Парижа. Строение появилось в 2007 году, и поначалу многие сомневались в безопасности конструкции. Нынешняя версия башни отвечает всем евронормам и рекомендована для посещения с детьми. Эту Эйфелеву башню, так сказать, парк развлечений, построил один человек. Яг Алексу. И все это находится на его частной территории. Самое удивительное, надо признать, место в Эстонии, где я бывал. И вот мы наконец добрались до настоящей жемчужины, до символа острова Хиума, старейшего на Балтике маяка Кипу. Какой он красавчик! Поднимаемся наверх. Надо признать, что с такими ступеньками это непросто. Эти крутые ступеньки преодолеть было трудно, но это стоило того. Глобус Эстонии на вершине маяка Кипу. Полюбуйтесь этим сказочным видом!